Я люблю жир. Кто-то говорит, фу! Кто есть жир, у того нету жира на талии. Всем привет, мои хорошие! С вами Эки Эмири, и сегодня я в гостях у моей любимой, обворожительной, неповторимой, самой красивой, зайчонок. Привет всем! У нас очередная обжираловка. Мама Фати приготовила обалденное блюдо, которое называется... Как называется? Жаркое с картошкой. О, у меня прям бурчит живот. Давай приступим к еде. Давай, еще у нас греческий салатик. Еще напиток в таких вот одинаковых стаканчиках. Я вам еще влог снимала. Не знаю, выйдет, не выйдет, но надеюсь, что выйдет. Почему не выйдет? У меня такое часто бывает. Я снимаю, снимаю, потом понимаю в конце, когда монтирую, что ужас какой-то. Кто это будет смотреть? Я закругляюсь потом. Нежнейшее мясо. Вкусно. Это баранина, да? Я не отличаю, кстати, баранина от говядины. Я тоже. Мне мама иногда говорит, я, например, в банке говорю, нежнейшая баранина. У меня мама начинает. Разве это блюдо готовят из баранина? Для меня мясо мясо. Это единственное куриное мясо могла отличить. Или если это рыба? Мои все подруги могут отличать, кроме меня. Оказывается, ты тоже не можешь. Мы все ядные. У меня бабушке так нравится Фатя. Она обожает Фатю. Мы тоже обожаем твою бабушку. Ну, говорит, такая хорошая девочка, что не поставишь перед ней ест. Это точно. Говорит, я давно таких девочек не видела. Ага, многие не видели. Мы еще мукбанки в те времена не снимали. Мама приготовила шарлотку, которую Фатя съела полностью. Мне было так приятно, что мне понравилась шарлотка. Иногда в мукбанках ты ешь не настолько много, насколько у тебя есть потенциал. Почему ты так делаешь, я не знаю. Возможно, лето, жара. В жизни ты ешь намного больше, чем на видео. А нужно наоборот. Да. Да. Это что за трубочка, интересно? Какая часть? Это барана. Косточка. Нет? Не косточка. Какая бы ни была часть, мы ее съедим. Как же вкусно. Спасибо большое, тетя Эля. У вас золотые руки. Вы должны составить конкуренцию моей маме. Мясо настолько вкусное. Есть такой жирок. Во влоге вам рассказала, целая история произошла у меня в автобусе, когда я ехала. В общем, всех штрафуют за то, что они без масок. Мужчина зашел в автобус и начал прям орать на одну девушку, что почему ты не в маске. Если не в маске, выходи из автобуса. Никто не имеет права орать. Да. Как ты думаешь, я заступила из-за этого парня? И один парень, он заступился за эту девушку и говорит, вы не имеете права так разговаривать с девушкой. Она прежде всего девушка. Да, можно спокойно сказать. Адам де Лине. Человеческим языком. Парень молодой был, а мужчина, который орал в возрасте. Потом другая женщина такая говорит, как ты кричишь на человека, который старше тебя? И тут такой замкнутый круг, кто кого должен уважать в конце. В общем, во влоге я вам подробно рассказала про эту ситуацию. Я хотела заснять, а потом я подумала, блин, сейчас мне бабушки дадутся, то, что я здесь снимаю. Я против таких вещей. Мой брат называет это дискриминацией по возрастному признаку. Если человек старше, не значит, что он может быть неправ. И все ему сойдет с рук. Все равно какое-то уважение к старшим должно быть, я считаю. Да, но... Например, я во многом уступаю бабушке, потому что он старше. Хотя иногда надо говорить такие вещи. Я согласна, но... Я считаю, что некоторые люди не заслуживают уважения. Ты замечаешь, что наши отношения после ссоры стали более нежнее. Замечаешь? Мы как-то более трепетно к друг другу. Не знаю, как ты, я трепетно к людям. Я к тебе последний время очень трепетно. Я боюсь опять поругаться. Правильно, будешь. Я страшный человек. Меня надо бояться. Патина мама придумала такой тикток. Прямо про нас. Обязательно подписывайтесь на наши тиктоки. На крайняк в инстаграм. Если вас нету в тиктоке, Фатима лучше в инстаграм. Да. Короче, тикток заключается в том, что мы сначала деремся с Фатим, потом заходит ее мама, мы делаем вид, что все офигенно. Танцуем. Мой милый ангелатик, мой милый ангелатик. Пригрей меня, Розовичка. Хоть кто-то пригрей меня. Я так люблю картошку. У меня бабушка говорит, что вот из Фатима выйдет, выйдет, получится. Офигенная невестка. Калина Семь говорит, она идеальная. Почему? Она каждый раз, когда приходит, со мной здоровается, меня целует, спрашивает, как у меня дела. Как можно не поздороваться? Еще ест, говорит, все, все, что положишь перед ней. Некапризная. А значит, дети будут некапризны. На самом деле, я считаю, что это очень непривередливо к езям. Да. Это хорошо. Могу съесть свое, перейти на твоем. Как в прошлый раз, Анту, не помнишь, на моем канале? Ой. Мне очень понравилось. Такой жирный кусочек. Хочешь? Хочешь, я тебе дам его? Я подумала, ты говоришь, смотри, какая-то жирная. Меня спасибо. Я люблю жир. Кто-то говорит, фу. Кто ест жир, у того нет жира на талии. Ха-ха-ха. Это теорема. Теорема мугманка. Алькулик. Признайся, что вдвоем жрать интереснее. Так я не отказывалась никогда. Вдвоем интереснее жрать. Это абсолютно. А не по-детски жрать. Вместе мы с... Особенно вечером. Пожираешься. С сериалом Ривердейла. Я подсела. Так интересно. Я хочу похудеть. Снять... Реально? Извини, я тебя перебила. Говори, мой пупсик. Я все лишь хочу похудеть. Жрать про это видео, а потом купить много чипсов и смотреть Ривердейл. Мне иногда хочется остановить время и полежать. Какой вкусный салат. Салат офигенный. Тебе настолько подошел образ зайчика? Как делать зайчик? Собачка делает гав-гав. Кошка делает мяу. А что делает зайчик? Действительно, что он делает? Ничего, не издает. Жрет. У меня был зайчик. У меня и сейчас есть зайчик. Это я. У меня был живой зайчик. А, ты тут живой. Извини. Он грыз просто все, что возможно. Сначала мою ковку. Ай. Клянусь. Минуточку, извините. Мать родная звонит. Алло. Ничего, нормально. С Фатей сидим, мукпанг снимаем. Передавай привет. Фатя передает привет. Говорит из деревни орешки привези мне. Поешь. Мы сейчас видео снимаем. Мама, я тебе перезвоню. Да, если у тебя что-то несрочное. Хорошо. Давай, пока. Мама тебе привет передавала. Ей тоже. Я люблю фисташки, если что. А фисташки у нас не растут, к сожалению. Фисташки растут в Ланькаране. Так что тебе к моему бойфренту. Я маму уговаривала. Я говорю, давай посадим фисташковое дерево. Она говорит, не растет у нас в этой зоне фисташки. Ну, давай попробуем. Мне столько нравится фисташка. Почему не там? Поэтому. Почему не там? Говорят, что фисташка растет в горной местности. Куда прохладно. Стопудово меня сейчас будут исправлять в комментариях, что нет, фисташка растет тут-то. Обязательно перед тем, чтобы в мукбанке что-то сказать, нужно... Обязательно закрыть комментарии. Либо загуглить. Какие мы нехорошие. Но если вы хотите написать комментарии, вы можете перейти в инстаграм Айки и облить ее грязью. Она может очень рада. Я в этом же платье там стою. На прыге. Вот там можете написать. Короче, вы можете перейти облить меня грязью, а потом вернуться сюда. Я вам разрешаю. Я сняла влог и там показывала свои бюстгальтеры. То есть я купила там бюстгальтеры. Я, если честно, думала, что люди будут писать, что, ай, это что такое? Как ты могла показать бюстгальтер? Мне кажется, это выбор каждого. То есть если она хочет, она показывает. Это же ее бюстгальтер. Нет, я была в шоке от того, что таких комментариев не было. Один был комментарий, что, ой, вы бакинцы вообще, как русские стали. Это, видимо, из Чечни или из Дагестана. Вообще-то у нас светская сторона, если что. То есть у нас на улицах вы спокойно можете увидеть полно девушек в шортах. Да. Она же не на себе это показывает. Правильно? Я вообще люблю красивое белье. Всегда, когда покупала, никогда во влогах не показывала. Но теперь я буду показывать, раз вам интересно. Честно. Какой салатик! Хоть и твоя мама волшебница, честно. Нам надо учиться у нее. Да. Сюда еще можно макнуть хлебушку. Но мы стройные девочки, мы не едим хлеб. Сказали, они сожрав коробку, коробку, тарелку, картошка, мясо. Суперкалорийный вам, с жиром. Стаканчики тоже очень в тем. Вообще, мне нравятся матовые поверхности. Приятно, да? Прямо тактильные ощущения. Ты не обидишься, если я попью салат? Нет. Ты что, это наша роспись. Ой, как вкусно. Мы специально готовим сочный салат. Мы любим все сочное. Здесь есть помидор. Это из-за этого он получился такой сочный. Да, еще там масло такое, оливковое, оно уже с добавлением лимона. Представь. Да, я заметила. Так удобно. Что-то необычное. Честно, я просто люблю оливковое масло без лимона, потому что у меня низкое давление, я могу сейчас рухнуться и умереть. Честно, это привлечь. Нет, честно. Мне не рекомендуется пить очень много лимонного сока. Но пофиг. У меня, знаешь как, когда я прошу изменить мне давление, врачи ничего нормального не говорят. Они говорят, ну как сказать, может для кого-то это нормальное давление, для кого-то нет. Надо измерить другие дни твоего давления. То есть я так понимаю, что ничего такого страшного нет с моим давлением. Нет, есть люди, которые у них хронически пониженное давление. И это для них норма. Все зависит от того, в другие дни какое у тебя давление, понимаешь? Когда ты резко встаешь с кровати, у тебя есть головокружение? Нет. Нету? Ну редко раз в год там. Вот у меня часто бывает, это признаки низкого давления. Все, я медик, ты можешь обращаться ко мне. Один единственный симптом, я поставила диагноз. Ну то есть врач не может сказать, вот это норма для человека? Нет, для конкретного человека. Это то, что норма, для другого человека может быть. Это отнюдь не норма. Нет, ну то есть если у меня хронически пониженная, допустим, есть такое давление, не можешь сказать, наверное, у тебя хронически пониженная для тебя? Нет, может быть, в данный момент у тебя хроническое пониженное давление, и ты прекрасно себя чувствуешь. У тебя может быть чуть-чуть подняться давление, и ты можешь себя плохо чувствовать. Но для кого-то это... И ты здорова теперь? Да. Короче, я тебе потом объясню. Сейчас я начну объяснять. меня амфолов сделает, ты скажешь, чокнутая. На жире лучше из-за конца. Потом я тебе наедине мы с тобой обсудим пониженное давление. В общем, ребята, на этом всё. Обязательно подписывайтесь на этого зайчика, потому что мы должны добить для неё 100 тысяч. Да, мой пумчик, скажи своё оправдание, что я не знаю, зайчик как делает. Молодец. Вот уже надо подписаться на неё. На этом всё. Всех целую, люблю. Всем пока. Пока.